Городская общественная организация ветеранов празднует 30-летний юбилей. Этот знаменательный повод в четверг собрал в одном зале руководство и членов объединения. Ветеранов поздравили первые лица города, самых активных наградили. Те вопросы и та принципиальность, которые они иногда озвучиваются, они в любом случае администрации принимаются во внимание, и мы стараемся решать все проблемы. А руководитель Союза Совета Ветеранов, он присутствует на всех планерках городской администрации, так, чтобы как раз именно транслировать нам мнение членов общественной организации как раз по принятиям тех или иных решений. Ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в объединении несколько тысяч. К мнению этих умудренных опытом, ивановцев власти прислушиваются. А те, в свою очередь, стремятся быть полезными, сделать город красивее и комфортнее для жизни. Не любят ветераны сидеть без дела. У нас дверь не закрывается. У нас с 10 до 2 часов постоянно там находятся. Если нет, то дежурный есть. Летом и то оставляем дежурного. Все это записываем, все эти вопросы решаем, отправляем, или сразу позвоним, или материал направляем в управление различным. Решаем вопросы. Потому что помочь, честно говоря, больше-то и некому. Вопросы различные. Начиная от расчистки дорог, кончая даже батарею ветеран где-то там поменять, управляшка сделала. И много других разнес вопросов. Вот. Это вот постоянная заботка. Социальные вопросы, как говорится, одни из первых мы решаем. Патриотическое воспитание. Наши ветераны постоянно участвуют в проведении уроков мужества. На все эти День Победы, День Защиты, Качества. Другие проекты. Они постоянно ходят. Участвуют ветераны и в культурной жизни города. Наставляют молодежь. Много всего сделали, но многое еще предстоит. И нет сомнений, что 30-летие – только начало. Впереди у активных и деятельных ветеранов еще много благих начинаний. Наталья Гударина, Антон Осипов, РТВ Иваново.